Уважаемые эксперты, Лекшин Олег, Анна Бешков, Антон Гончуков, Рыстенко Михаил, Сычев Артем, А, прошу прощения, нет, Иена Слава Матина. Прошу, сюда. Вы будете у нас главными закоперщиками. Формат предлагается такой. У нас есть несколько вопросов, по которым мы бы хотели заслушать ваше мнение. Ну, где-нибудь минуты две-три на высказывание этого мнения. А дальше мы постараемся подключить активно аудиторию, чтобы вы получили обратную связь по своим мнениям. Сейчас мы немножечко подождем, может быть, еще кто-то, минутку другу подождем, может быть, еще кто-то из-за спектра подойдет. Я точно знаю, что один из из-за экспертов дает интервью сейчас, а именно представитель Майкрософт, ему все не досталось, честно говоря, поэтому давайте мы подождем все-таки. Я думаю, что его продолжат перебить. Спасибо. Так, вот что ж, благодарю всех, кто пришел на пробный стол. Темой, которая была, стала информационная безопасность экосистемы свободного программного обеспечения. Если на секции мы постарались рассмотреть вопрос в общем-то, теперь мы постараемся замернуть, собственно, внутрь этой экосистемы, посмотреть, насколько она сама по себе безопасна. Наш еженедельник накануне конференции провел опрос своих читателей и посетителей веб-сайта на эту тему. И я немножечко поговорю, я поговорю о результатах этого опроса. Выясняется, что по поводу оценки уязвимостей пропоритального программного обеспечения в сравнении с условным программным обеспечением мнение примерно одинакового аудитории. То есть примерно 33% респондентов считают, что более надежно и свободное программное обеспечение, примерно 30% считают, что пропоритарно более защищено, и треть, оставшуюся сейчас, просто затруднили сделать такую оценку. Вот еще что интересно. По поводу того, насколько надежна сами по себе система разработки свободного программного обеспечения, наши участники нашего опроса высказались таким образом. 48%, даже 49% считают, что система обеспечивает такую безопасность. И немногие меньше, на самом деле, 42% считают, что нет. Остальные тоже привыкают в задумчивости. Вот давайте-ка мы сегодня попробуем какое-то коллегиальное мнение на этот счет выработать свое в рамках вот этого круглого стола. На самом деле, ГОСТ, принятый совсем недавно, 54-593-2001, информационные технологии, свободное программное обеспечение и общие положения, определяет информационную безопасность как одно из ключевых требований к свободному программному обеспечению. Как вы считаете, насколько это для меня реализуется? Как вы оцениваете нынешний уровень информационного обеспечения, свободного программного обеспечения? Я предлагаю отвечать последовательно, начиная с Андрея Пешкова в окон сети и так далее, продвигаясь в сторону нашего стола. Примерно две-три минуты и передаем микрофон соседу. Мы считаем, что регулирование, которое наводит порядок в отрасли и хотя бы какие-то частичные вещи прививает, это всегда хорошо. Если мы сможем показать разработчикам, как надо разрабатывать, какие-то базовые вещи делать, уже прекрасно. Повлияет или не повлияет на рынок, посмотрим. Я пока не берусь предсказывать. Но в любом случае, весь мир к этому движется, к некой регламентации того, что происходит в программной инженерии. Я согласен, что, конечно же, любая стентрализация – это некое положительное движение. Но так как стандарт только появился, в общем-то, понятно, что ему еще никто не может соответствовать. Давайте попробуем отвязаться от стандарта, посмотрим на реалии дня, так сказать. То есть стандарт стандартом, но мы же пытаемся выяснить ситуацию как-то кому. Ну да, на самом деле, вот вы говорили сейчас по поводу опроса и мнения разделились на три части. Вот мне кажется, надо принципиально разделять свободное программное обеспечение от свободного программного обеспечения. То есть в каком смысле? Есть программное обеспечение, которое достаточно известно, популярно и используется многим. И оно, так сказать, перешло некую планку, накопило определенное количество участников сообщества. И, конечно же, такое программное обеспечение, оно значительно больше тестируется, проверяется всем миром, в общем-то. И есть огромное количество свободного программного обеспечения, которое либо не только, так сказать, на старте находится в своем развитии, либо по каким-то причинам не стало популярным. И вот я бы сказал, что в первом случае вопрос безопасности достаточно высокого находится, во втором, естественно, очень низко. Я прошу прощения, давайте мы попастуем таким образом. Сначала заслужим экспертом, а потом... Мы говорим об экосистеме свободного программного обеспечения. Нас затрагивает как аспекты разработки, так и аспекты эксплуатации свободного программного обеспечения. В том числе. Но если практика свободного программного обеспечения представляется на сегодняшний день сферического коня в вакууме, то да, мы говорим об этом. То есть у вас в офисе вашей компании проведена граница, здесь СПО, здесь пропоретарная программа обеспечения, и границу не пересекает пользователь той и другой, соответственно. Тоже любопытная постановка вопроса. На самом деле, как мне показалось, даже вот, ну, я начал с ГОСТа, да, а потом как бы попытался от него отойти. Ну что ж, давайте повторимся. То есть вообще требования информационной безопасности от экосистемы свободного программного обеспечения, это требования реалии жизни или надуманное? Нечто надуманное, что никому не нужно, и только связывает руки и ноги программистам. Добрый день, коллеги. Я себя очень так неудивно чувствую в такой серьезной компании экспертов. Дело в том, что я... Неправда. Вы... Я директор по IT, совершенно нормальной работающей компании, живой, достаточно большой, крупной. У нас используется как свободное программное обеспечение, так и проприятное. Мы обеспечиваем безопасность, соответственно, всей этой системы в целом. Поэтому я могу понять из-за груднения коллеги, да, которые спрашивали, о чем, собственно, мы ведем речь. Чисто говоря, для меня большая загадка. Как программа может быть, в зависимости от технологии написания, более надежной или менее надежной? Простите меня ради бога. Я тоже разработчик, я писал и на C++, который считается приоритарным, я пишу на первый, который весь из себя свободный и занимался мазохизмом, писал в текстовом режиме, в консоли, в государстве. Убежден, что не зависит как-то безопасность от метода или инструмента разработки. Технологии, да, от следований стандартом, от следований стандартом, да. Напрямую зависит. Я все-таки предлагаю высказаться всем, иначе мы собьемся на такую сечу казацкую. А технологии отменили? Ну, конечно, зависит. Мы попозже вернемся к этому. Давайте уважительно относиться к позициям каждого из нас. Потом мы выслушим вас и, соответственно, мы... Добрый, Аркадий Дагив. Спор интересный, на самом деле, вопрос хороший, как бы, а вот он уже интересный, на самом деле. Но все пошло с самого начала, да, с... Чтобы не повторяться... Пожалуйста, получили микрофон подъезжать. Я стараюсь. Наверное, чтобы не возникало седьмого спора, попробую вот развести немножко эти вещи, чтобы было, наверное, более-менее понятно, как должно быть, да. То есть понятно, что есть коммерческие вещи, которые там все кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Есть часто используемые. А есть все-таки, наверное, и изделия, да, которые сделаны на базе ничего. Что вот, 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 там, мое личное утверждение, возникше невнезапно, что все-таки изделие, наверное, это некий исходный код, загрузочный модуль, и все-таки к нему документация, описывающая, что же это такое, как это надо будет. Который можно будет проверить, который можно всегда прочитать, и всегда будет понятно, что есть это за изделие. Наверное, все-таки вопрос ваш стоял в том, что мы рассматриваем с точки зрения информационной безопасности или безопасности информации именно изделия, наверное, которые разработывают компании-разработчики на базе открытого года. Абсолютно верно. Но для того, чтобы создать безопасные изделия, ну вот это на самом деле... Нескорный вопрос, что такое безопасное изделие, это уже определяют не разработчики, это уже определяют эксперты организации, но разработчики... Абсолютно арестовывается рабочая местная безопасность. Это у вас как у пользователя. Мы говорим с точки зрения разработки. Ну вот невольно, мы могли бы переходить к другому вопросу. На самом деле средства, средства, системы даже безопасной разработки программного освещения. СД сегодня уже упоминался. Майкрософт работает с 2002 года, других уважаемых компаний немногим позже. И в общем я могу сказать, что... Вы говорите о контроле процесса разработки, правильно? Да, да, да. То есть вопрос вы поставили чуть по-другому, поэтому эксперты отвечают немножко по-другому. Вопрос из зала именно, поэтому не так есть. То есть вы хотите сказать, есть ли в компаниях-разработчиках российских контроль процесса разработки изделий, которые получают... Ну мне бы хотелось, на самом деле, я думаю, и другим хотелось бы услышать о результатах. Не о том, что есть они или нет, а как все-таки, какой все-таки конечный результат. Насколько вообще вот эти самые продукты, СПО, СПОшные, да, они безопасны? Существует ГОСТ на разработку, но не порядка меня. В ГОСТе там 16 видов документов, если вы думаете по ГОСТу, вот безопасно. Если делать как хочу, то у вас получается... Совершенно верно. Насколько это отношение имеет к модели разработки, к модели разработки? Самое новое. Вы считаете, что для новолосцев не считает, что у вас, а ГОСТ не только серьезные... Ну, давайте будем все это попробовать... Попробуем придерживаться регламента. Попробуем придерживаться регламента. ГОСТ, никто нет регламента. Не держать. Как нельзя? Нет. Мы сейчас все будем говорить. Я не буду говорить о тебе. Что получится? Мы уже выступаем. Это безомвразие. Да, коллеги, при построении системы... Владимир, вам тоже предоставится слов? Прошу прощения. Все-таки при построении системы мы решаем несколько задач. Первые задачи, какие функции она будет выполнять и как эти функции защитить. Поэтому, когда ставится вопрос открытое или закрытое программное обеспечение, мы оперируем следующим. Я не видел специалистов, которые бы ставили очень много программное обеспечение, даже на СССР большого бренда. То есть все равно опираемся на некоторый опыт использования системы, на некоторые тенденции, на школу, которая создала и поддерживала. Безусловно, основным требованием является наличие документации и поддерживающие какого-то подразделения или по крайней мере разработчика, который присутствует к этому коду. И потом уже после этого смотрится цена. И по цене уже оптимизируется на какие задачи мы претендуем и какие задачи будем решать. Вот, по крайней мере, к такому упрощенному алгоритму, на мой взгляд, можно идти. У меня есть несколько комментариев. Потому что при построении защищенных систем, собственно говоря, есть несколько этапов. Сначала разрабатывается в том числе гостированная система, а потом уже идет сертификация. И здесь уже в основном, с чем разработчик сталкивается, это с проблемностью ответить требованиям регулятора как такового. В моем личном опыте, в маленьком, я должна сказать, что у нас не получилось, например, сертифицировать компоненту, например, операционную систему. Вся система работает защищенно. Единичное, так сказать, сертификатное использование системы, которые обрабатывают достаточно серьезную информацию. Я не буду говорить грифы, кто с чем работает. Но я считаю, что открытые стандарты или требования, или методики, которые должны присутствовать на предприятиях разработчиках, было бы очень полезно. Я не знаю, каким требованиям должны отвечать сами компании. Допустим, лицензия регулятором ФСБР, там, в СТЭК, не важно, в каком области они работают. Но методики, по которым должны и разрабатывать программное обеспечение, и потом сертифицировать его, должны быть более-менее открытым документом. Ну, относительно. Первое, я бы хотел сказать, что здесь всегда, я когда смотрю на СПО, это вообще-то, в России пользуется СПО, чтобы описать продукты, вообще-то, с открытым кодом. Вот, я бы, первое, это свободное программное обеспечение. Для меня, я надеюсь, что мы все так же понимаем, что это программное обеспечение, которое, модель разработки, как господин говорит, является модель разработки, которая предоставляет весь исходный код. Два, я за последних 11 лет, что занимаюсь, с продуктами, которые поставляются в исходный код, и которые разрабатываются, не по ГОСТу, а весь мировой сообществом. Опыт показал, что там самое большое количество, вообще-то, идет инновация и, наоборот, тестирование. То есть, вообще-то, это, если сказать про продукты с открытым кодом, это модель разработки программного продукта. Это просто модель разработки. Есть модель разработки, сидятся пять программистов и создают всю систему. И есть модель разработки комьюнити, то есть общество, сообщество. Время показало, и мировая практика показала, как и в России, я так считаю, и во всем мире, что эта модель разработки дает самую большую инновацию и самое быстрое уклонение уязвимостей. Когда мы первый раз сертифицировали, как раз, уважаемый господин, здесь, Linux в России, в тестировании было пронайдено реальна уязвимостей. Ну, если супер-юзер чего-то сделает, то система упадет. И когда мы прошли, понятно, как решить эту проблему, у комьюнити уже было бета-тестирование, исправка, именно этой уязвимостей. То есть, мы ее нашли в России, а она уже была предложена обществу. Никакой, нет страны, но... Да, к устранению обществу, как эта уязвимостей решит. Мы приняли, еще тогда не было, она не была, вот так называемая, поддерживаемая версия Linux, она еще не была применена, но она была у какой-то, ну, бета-версии предложения. Мы забрали это предложение, и получился сертификат на очень высоком уровне, потому что вот это... Я не знаю, как человека зовут, который нашел это решение. Я не знаю, в какой он страны, я не знаю, по какому госту, не госту он программировал, но он нашел решение. И мы получили сертификат на достаточно высокий уровень, четвертый, о, где я не знаю сейчас, как это... Да, ну, да. И получили... А решил проблему кто? Общество. Значит, он... Бесплатно, вы знаете, вообще-то очень много хороших вещей делается на энтузиазм. То есть, я считаю, что платно-неплатно вообще с инновацией не имеет связи. Я считаю, что как раз основная вещь инновации, чтобы люди себя выявили в том, где чувствуют себя хорошо. Ну, хочет показать, придумал что-то. Он будет гордый, что его исправление сработало. А дальше, как зарабатывать деньги, это отдельный вопрос жизни. Мы же занимаемся разве хоббием и спортом, и не из-за того, чтобы заработать деньги, а из-за того, что нам это предоставляет удовольствие. И я очень надеюсь, что вот этот саммит, где мы обсуждаем безопасность, тоже выявит определенную коммуникацию между людьми, которые занимаются реально защитой безопасности как страны, так и всех нас, потому что ваши персональные данные все живут в Китайской системе. Я не думаю, что вы хотите, чтобы все к ним имели доступ. И общество, которое придумывает вот этот диалог инноваций, вообще СПО, программное обеспечение с открытым кодом, оно вывело новый модел разработки, и в том числе тестированный для безопасности, вязвимостью, верным вязвимостью и все остальное. Спасибо. Смотрите, два слова. Ну, надо сказать, что те системы, которые к нам поступают на аттестацию, они, в общем-то, в основном смысле уже являются и, скажем так, и не имеют авторов, они имеют поддерживающую организацию, поэтому, скажем, оно ТОПО, которое, скажем, сделано на основе Винокса, и поступает на аттестацию в виде системы, там, или отдельного приложения, оно не является врачи страны и свободы. То есть, это написано не кем-то и никому не комьюнити. Там, говорят, полны покрытые и дисквиксы, отвечающие за качество продукта. Ну, что-то не надо сказать, что, на самом деле, безопасность отношения меняется в положительном смысле, в том смысле, в том плане, что практически сейчас уже все понимают, что безопасность – это атрибут его и уважающийся программ. То есть, надо быть надежным, чтобы убедить, как предмет покрытного преимущества перед теми же самопотребителями. Это, конечно, отрадно, вот, хотя, безусловно, программные люди и те ошибки в программировании, скажем так, невольно измеряющие системы, большого являются. Ну, на мой взгляд, в общем-то, основная межбезопасность – это неопатимое требование достойного программного продукта – это даже не тенденция, это практически факт. – Ну, вот теперь мы, да, пожалуйста, если не сложно сейчас… – Попробуем? – Да. – На самом деле, будет плохо, если бы они собрались покучнее. – Я просто слушаюсь, что вы вообще… – Я представлюсь. – Та тема дискуссии, которая сейчас есть, она несколько искажена. – Понимаете? – Это напоминает, можно ли построить коммунизм отдельно взятых стран. – То есть, собственно говоря, можно ли построить информационную безопасность… – Точнее, формулировку у нас какая-нибудь. – Информационная безопасность в СПО. – Он не может быть такой формулировкой. – Вот если формулировка звучит следующим образом. – Можно ли построить информационную безопасность использованием СПО, – тогда, собственно говоря, опять условно не образует. – Что такое информационная безопасность? – Это информационная безопасность – это, прежде всего, комплекс мер, который обеспечивается именно этой функцией. – И программное обеспечение в этом комплексе мер – это только одна из составляющих. – И в этом смысле меня возникает совершенно другой вопрос. – Когда мы занимаемся проектированием какой-то системы, и предполагаем, что эта система имеет какой-то жизненный цикл, то, безусловно, мы должны выбирать те инструментальные средства, которые могут нам обеспечить, в том числе, информационную безопасность, с точки зрения того, что эти инструментальные средства нам доступны сегодня, будут доступны завтра и, наверное, будут доступны послезавтра. – В этом смысле, конечно, модели СПО нам обеспечивают именно эту функцию с точки зрения, ну так же, точнее, open-source, если уж совсем точно говорить, да, и по модели создания этих инструментов, и по модели их поддержки, по развитию, по собственности, там так далее. – Безусловным образом, open-source модель обеспечивает нам все эти перспективные задачи. Потому что я вот открываю вчера, например, ненависное мне CNews, да, и читаю, поддержка Windows XP будет прекращена через год, да. И я-то понимаю, что для меня, как для системного аналитика, системного инженера, да, там, в системе, там, в системе, в отделке, в прошлом, да, для меня совершенно очевидно, что те системы, которые там пять лет проектировались под Windows XP, да, неважно, аттестованы ли они Windows XP, не аттестованы ли они, это тупиковая ветка развития эволюции, потому что рано или поздно, так же как Windows NT, производитель закроет этот проект, и мы ничего не сможем сделать, мы вынуждены будем всю ту сложную инфраструктуру, там, функциональных изделий, там, систем и так далее, менять на что-то другое, потому что, собственно говоря, это уже не будет иметь поддержки, соответственно, мы не сможем это ни поддерживать эффективно, ни развивать и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, это тоже информационная безопасность с точки зрения того, и в этом смысле информационная безопасность с использованием open-source ресурсов и проекта, и у продуктов она выше, чем информационная безопасность с использованием пропоретарных решений. Точка. Откуда же уверенность, что СПО-продукты живут более десяти лет, живут вечно? Откуда такая уверенность? А вы знаете, я вам сказать, что вот я, например, лично переводил в свое время сервера Новоловские под Римов, да, это было там 12 лет назад. Вот они как работают и как работают. Должны переводить. Но вопрос даже не в этом. Вопрос заключается в том, что, смотрите, уверенность есть в модели, потому что open-source, это открытый ресурс, то есть если вы начинаете какой-то проект open-source, то имеете доступ к исходным кодам, к среде сборки, к репозитории поддержки, то есть вы владеете всем инструментарием, который позволит, даже если производитель этого продукта умер, обанкротился, вы все равно можете развивать это направление, его продолжать, там, модифицировать, на его базе делать новые ветки. А еще вы зайдете в легальные злые. А у вас есть на это ресурсы, как, понимаете, вот как бы, когда вы говорите «вы», вы, наверное, имеете в виду некую конкретную ситуацию. Но далеко не каждая компания вообще располагает средствами для того, чтобы подменить Microsoft и заниматься тем самым сопровождением продуктов. Я прошу прощения, вы глупости говорите. Я объясню даже в чем. Что значит подменить Microsoft? У Microsoft доминирующая составляющая – это только офисные приложения. И то уже не важно какие. Ну, хорошо, возьмем их в процессор, да? Ну, и что, почему я должен брать на себя ответственность за то, чтобы завтра этот вот процессор у меня работал? Почему? Я доверился... Мы с вами говорим про информационную безопасность. Информационная безопасность, она не существует вообще. Она всегда привязана к объекту или субъекту. Значит, если у нас существует совершенно конкретная, не знаю, там, вот товарищ сети, у него какая-то конкретная организация, да? Он для себя выбирает какую-то стратегию. Он может выбрать стратегию. Нам ничего не надо. Ну, собственно, стратегию, которую выбирает сейчас наш министр, да? Какая стратегия? Нам ничего не надо. Мы получим хороший дисконт у западного производителя, и счастье наступит. Он может выбрать эту стратегию, но точно за это ничего не будет. Потому что там, это западный производитель, это мировой лидер, у мирового лидера есть политика, через три года он придёт менять всё опять, будет покупать новые лицензии, потому что все понимают, что такие правила идут. Он может принять другую стратегию. Там более, как бы, ответственную, да? Он может сказать, вы знаете, мне не шашечки не ехать, поэтому я должен выбрать такое оптимальное решение, которое будет реализовывать мою бизнес-функцию. Причём, заметьте, не факт, что всё, что он включит в это решение, будет, например, подсорсным или однозначно не подсорсным. Это вопрос проектирования, моделирования. Он точно будет понимать риски, он будет точно строить стратегию своей информационной безопасности того объекта, который подтвержден его воздействию. Хотите мне сказать? Ну давайте, как Microsoft обеспечивает не шашечки, а чтобы ехать? Давайте разберёмся с тем, что сейчас было сказано. Товарищ похвалился тем, что он внедрил Linux, и 12 лет его не перезагружал. Вы представляете, как это плохо с точки зрения безопасности? 12 лет... Тихо, подождите, я вас не перебиваю. 12 лет не устанавливаются обновления безопасности. В Linux нету извинностей. Нет? То есть нужно перезагружать его? Подождите. Вы упомянули о том, что вот всё прекрасно. За такое с работы увольняют безопасников. Понимаете? 12 лет ничего не делают. Это прекрасно. Идём дальше. Вы сейчас посетовали, что Windows XP через год снимает... Это не я. Вы только что сказали. Она отработала 13 лет. Если посмотреть на любой Linux дистрибутив, никто столько его не поддерживает. Ни один опенсорский продукт не поддерживается коммерческим вендорам... Тихо поддерживает 15 лет свои продукты. Это не правда. Это правда. А после 15 лет что наступает? Та же самая ситуация? Ну да. Как раз, если вы у вас возникли простые обнижения, пересобили старые версии навыковING проекта и исчезли... Вы пересобираете старые версии навыкования, у них остались уязвимости. И вы потом хватитесь, что у вас всё безопасно и прекрасно. Но не надо presume�ку, ну что же вы... Коллеги, большая просьба. Маленький организационный момент. Если мы будем устраивать такие бир-то-бир, в другом формате разговоры, это превратится в хаос. Давайте выступление сделано, дадим возможность экспертам и прокомментировать. Всем, кто захочет. Следующее выступление, опять комментарии, иначе у нас просто не получится круглого стола. Спасибо. Спасибо за помощь. Это набор мифов. Какая организация возьмет на себя разработку своего собственного ядра линуса? Вы таких видели, но? Не много. Рентгард, Нобел. Сколько их еще? Убунтов осталось? А, прекрасно. В каждую страну по своей росе. Чем закончилось внедрение школьного линуса, мы все помним. Где он? Где? Дискаунт. Все замечательно. И что? Где результат? Результат хороший. Коллеги, мы можем вроде договорились. Небольшая просьба, прекратите. Ну. Нет, вы уже спрашиваете? Нет, нет, не спрашивайте вас. Владимир, будьте добры своим позициям. Позиция пользователя. Я начну вот с себя. Помните фильм, когда за студент я играл в грузин. Вы помните, да? Шахмарный турнир. К нему этот самый молодой швейн говорит. Я так ходу сама. Владья так не ходит. Нет, она так ходит. А потом они бегут за этим самым. Остапливают? Здесь была моя лотина. Да. Так вот, представьте, что вот эта грузина, это вот чисто филе моих расходов. Страны разбиранные кодеки, бегут, жажут и выходят. Должен след. Значит, вопрос о том, что это сказал товарищ в грандселе. Значит, вы, наверное, не знаете, но потому что вы этим не занимались. Я занимался системой реальной времени и ГРМИК-системой. Значит, система Кунингс 4.25 существует 20 лет. И 20 лет не отдавляется. И она работает на всех атомных станциях Франции. Закрыток в контуре. Она работает. А вы спросили про это? А вы ссанавливаете эксперт и Кунинг. Стоп. Я не знаю, что вам обезопасно. Ну, извините, Майкрософт и ядерные станции Франции, это разные вещи. Если, не дай бог, не закроется, то во Франции будет не Чернобыль. Во Франции будет 100 человек. Ну, так, наверное, мы даром там поставили Кунингс, а не Кунингс. Да. Ну, я сказал, что она не заставка. А Кунингс это взрослый, да? Или я что-то пропустил? Кунингс, я говорю, а даже прием так, что он 12 лет не сопровождается. Фирма Майкрософт должна сопровождать XP вечно. Ну, погоди, а вечно есть пример. Стоп, стоп. Мы услышали позиции сзади. То есть разработчики программного обеспечения не маленького, пропоритарного, свободного, обязаны сопровождать свои продукты вечно. Давайте обратимся к экспертам. Вот, и опять начнем с представителя Майкрософта. А можно мне сказать немножко в защиту Майкрософта? Че, я понимаю, что я навлеку на себя, но вот эти вот все примеры... Пойди, я на микрофон перейти, пожалуйста. Александр Тарасов, Дел Варис. Все эти примеры, они ничего не доказывают. Есть примеры, что спутники летают по десяткам лет, там работает Windows NT. И Windows NT 4. Поэтому, кто ее так перегружает? Закрытый, закрытый, неправильно, с закрытым ходом. Поэтому на Кулин Икс, там, Микрософт пока разница. Дальше, значит, о том, что, то есть, тут говорят о разработчике. Мужчина выступал, говорит, в голове. Значит, возьмем такую вещь. Вы знаете сейчас, что... Ну, я работал в свое время в космическом космосе, занимался в другом программе течения. Значит, надежды наших космических челлаков нет. Американцы заказали, какая энергия? 23 челлака. И сказали, что их программа «Шапл» — это «Грель». Было? Было. Где они? К «Шапл» — это «Грель». Вылетают, шапл» — это «Грель». Трое человек полетело, трое человек сустили. Я про эти говорила. Американцы признают официально, что на ближайшие 15 лет российские транспортные корабли сработают надежно. Я прошу, что нет. Программа «Шапл» — это «Грель». Работает. Мы договорились. Прошу прощения. Значит, мы договорились. Тезис такой. Программа обеспечить программный продукт должен работать вечно. Давайте посмотрим. Он должен работать настолько надежно. Его нельзя убить, завесить. Он должен всегда работать. Вот если он может работать, он должен быть сообщен, что он может работать. И у него должна быть инструментальная среда, которая... Совершенность правильно. Сейчас, наверное. Еще какие-то позиции есть? Есть. Дальше. Значит, вот товарищ говорит, что он там заработал. Когда я пришел работать в садикбом в 75-м году, какая энергия, мне опасность. У меня вот в Эликстене там написано, что я заметил. От возьми до 15 лет. От шлем до 15 лет. То есть ты пишешь программу, от нее зависит твоя жизнь. Не бюджет. А твоя жизнь. И жизнь твоей семьи. И потому что, когда тебя сажают на 15 лет в 82-м году или в 79-м году, а твою семью выгоняют из квартиры, и, так сказать, жрать нечего, это совсем другая ситуация. И когда ты пишешь программы, и на них летают самолеты, и эти бойки начинают развиваться, это другая ситуация. И твоя жизнь от этого зависит. И жизнь твоей семьи в фирме. Не просто разговор. Тогда начинается технология. Можно написать программу надежно? Можно. Куинес это показал. Всего их там 20 человек. Они сказали, можно. Можно. Тот, кто говорит по-другому, он просто лукавит. Согласна? Согласна. Дальше. Дальше. А безопасность? Значит, вопрос такой. Можно ли писать программу, которая будет безопасной? Можно. Если я вам дальше, соответствующий, будем инструментаривать подготовки. И главное есть. У тебя четкое понятие, для чего ты и как это делаешь. Если ты делаешь в общем, сделал госил, а там как пошло. Это одно. Как ты сделал, от этого зависит только ты. В зависитых позиции страны. Совершенно другая позиция. Понимаете, можно на России использовать скобу, можно. Но мы сели на игру, мы раз в Майкрософт, когда мы сели на игру американцев раньше, мы сели на игру американцев в 72-м году. Я все-таки прошу прощения. Дайте я сейчас, вот теперь с этой стороны мы начнем отвечать на вопрос по поводу того, по поводу жизненного цикла программного обеспечения. Вообще реально ли это? Реально ли это? И нужно ли это? Коэндекс, некая версия, живет столько-то лет вообще. Вот если бы мне сейчас предложили тот самый пресловутый его процессор, но я работаю с текстом, поэтому как бы мне это ближе, да, разработки 90-го года. Я был бы им доволен? Да вряд ли бы. Если бы его версия не менялась. Вообще выскажитесь, пожалуйста, по поводу жизненного цикла программного продукта. Ну, я бы сказал такое, может быть, парадоксальное мнение. Дело в том, что столько людей, столько и впоследствии. Вот выступавший, если вы представили, в поколении Гиле, сказал, что у него родители есть под палкой, то есть, пользуясь компьютером, на один день пальцев, на следующем декоре, на сегодняшнем дарном заседании. Ну, знаете, вот, мне кажется, что, когда у него есть некая политика, очень информационное предприятие, организации, общее жилье, в принципе, решение, как бы, основное, вперед. И всю жизнь будет поддерживать, и всю жизнь, наверное, это будет вопрос такой дискуссионный. Но если исходить из того, что основная рефонда, скажем, в связи с самотехниками, она по-любому списывается через 10 лет, можно сказать из того, что через 10 лет нужно будет менять не только, скажем так, хардвиггер, но и нужно будет помыть софт, значит, шкупера. Значит, здесь и есть некий указ, значит, в связи с тем, что, насколько должна поддерживаться система, это определяет, на самом деле, политика-забыльщика, для того, чтобы эту систему отрабатывать. И для тех пор, что-то не так вообще, разумеется. А вот что касается, скажем так, как все время на теории заговора, что, например, софт обгоняет хард, хард, решает обгонять софт, с тем, чтобы они ходили в магазин, покупались две новые аплеты и новые пляжи, ну, такая космологическая теория тоже имеет место быть, и, мне кажется, надо исходить уже измеренной ситуации. Вот, Куинэкс отлично работает во Франции, в том числе, вот, пущу-то завтра, где ничего не случится, если кто, пока не сносится то оборудование, какого-то, когда начнет. Вот, такое маленькое. Я хотел внесли некоторые корректировки, которые были раньше сказаны, у меня есть просто там, лучше прозвучало, значит, даже касается Редхета, я случайно неплохо знаком с правильным, Редхетом. И Редхет имел политику 7 лет, поддерживать любую версию. И Редхет сам, так кто-то сказал, 10, 15, неважно, она уже живет долго, но Редхет-версия поддерживается определенное 7 лет, и они действительно продлили этот срок поддержки, самая первая своя версия, из-за того, что есть очень много довольных заказчиков, которые, вот, как вы говорите, вот работают и работают, работают 12 лет, я уверен, что есть до сих пор системы, где работает новый, какой-то тройка, работают и работают. Но суть, я бы сказал, не готова. И возвращаемся опять к вопросу, не будет никакой заказчика, как господин сказал, заниматься Ярком Линукса, это однозначно. Я сам занимаюсь Оркен Сорсом 11 лет, поверьте, я вообще не знаю, что делать с этим. Ну, в смысле, зайти внутрь, что-то сделать. Но идея того, что программное обеспечение поставляется с открытым ходом, преимущество у безопасности и поддержки, состоится в том, что если кому-то надо, он может найти фирму, специалисты, которые реально могут продолжить поддерживать это. Это суть. Вот вы представите поддерживать, и никто другой не может поддерживать. Это факт. Это даже не надо обсуждать. А то говорить, что Линокс там плохой, и Windows плохой, и, знаете, кто хочет, то пусть пользуется Windows, кто хочет, пусть пользуется Windows. Я лично перешел на Макинтош. Я больше не знаю, это работает и работает. Я не знаю про неразвимости, но, как можно сказать, это вообще скоро все будут на смартфонах работать, так что я думаю, что разговор вообще ни о чем. Но вопрос следующий, что вообще опять возвращается. безопасность является фундаментальная вещь в системе разработки, где код открыт, в том, что если кому-то надо и есть знания, вы реально можете продолжать поддерживать, как у Франции. Я не знаю, что это, Кёнигс, но я... Кёнигс, извините, я здесь не знаю, не знаю. Да, с толку с меня. Так что, значит, идет речь просто о поддержке. Важно, фундаментальная вещь в безопасности, то, что если есть исходники, и я уверен, чтобы вы не сертифицировали, никакой Windows себе не предоставили когда-нибудь, какой-нибудь исходнике, но вот, значит, без этого просто не надо разговаривать. Если говорим про серьезную безопасность, исходники должны существовать. А это, по-моему, единственный спор, не то, что Windows плохой, я даже до 2001-го, по-моему, года пользовался Windows. После этого отлично перестал. До 11 сентября? Не, это следует. Нет, Летом, летом мой компьютер сдох. Из-за вируса, который появился через чего-то. Это 36 и не гаденство. Да, я бросил этот лаптоп и купил новый и инсталировал, вообще-то, тогда, двигаемся дальше потихонечку. Я поддерживаю мнение коллег, потому что жизненный цикл программного обеспечения в прямом, как показывает, зависит от жизненного цикла техники. И, собственно, в разных ведомствах приняли разные стандарты. Органы, с которыми я работала, это была семья. И, собственно говоря, мы гарантирули поддержку программного обеспечения в этот период. Но, тем не менее, здесь получается два аспекта. Значит, первое, что мы делали, сейчас я говорю про МСВС, я не знаю, знаете ли вы такую операционную систему, до сих пор с сертификацией первой версии и с первой поставки все компиляторы, все среды сборки все сохранены. Если вдруг кому-то нужна какая-то там помощь, в любом случае все это существует. Но правовое на то основание уже давно, так сказать, исчезло. Вот. А второй вопрос, конечно, технологии очень быстро развиваются, выдвигаются требования пользователями, заказчиками совершенно разные, и они совершенно, так сказать, не предполагают такой длинный жизненный цикл изделия. Потому что нужны все время изменения, которые требуются добавить, особенно, если требуются сертификаты для использования таких вот продуктов, программных, защищенных систем управления и так далее. Поэтому понятно, что все разработчики, я думаю, имеют возможность поддержать, как правильно Милова сказала, все, что они сделали, но вопрос нужный. Есть определенные параметры, стандарты, 7-10 лет, как определились, собственно говоря, и заказчик, и исполнитель, и тому надо следовать, и в зависимости от финансирования, которое выделяется, адаптировать свои системы для жизни. Так скажем. Спасибо. Какие бы тут имеют очень острые споры по поддержке системы, но примеры, которые приводятся и по Кьюнексу, и по ЭХАТу, они очень, конечно, показательные, но нужно четко перестегать между системами, которые закрыты, и специализированы, и системами, ну, скажем так, общего потребления и общего значения. Потому что если система строится закрытого какого-то ограниченного, скажем так, пользования экраниченных пункций, которые должны быть защищены, здесь можно заложить в требованиях и поддержку на много-много лет вперед. Яркий пример тому, например, вы знаете, что на заре с учительной техникой были еще разрядные микросхемы 80-86, 80-88, это такое, да. Так вот, и системам правового управления какого-то северного тропатч используют эти микросхемы и программное обеспечение, которое, в общем-то, не работает. Контракт подписан на 40 или на 50 лет. Мы уже стали закрывать, что такие системы существуют, а они работают и будут работать и производить и будут их делать. Это вот первая, так сказать, вещь, которую хотел бы отметить. Вторая вещь, значит, безусловно, производители наращивают мощность, они пытаются удешевить информацию и создать новые технологии, новые платформы. Появляются новые приложения, безусловно, за этот высоко плечет, что операционные системы или СПО должны нафицироваться, должны это учитывать. Вот здесь получается, как бы вы понимаете, вот эти тенденции остановить очень сложно и они присутствуют. Но, тем не менее, значит, я бы хотел качественные рекомендации, если сегодня, допустим, вот микрософт уже обращались много раз, но если я не знаю, что 40% пользователей мирового сообщества активно используют ИСПИ, то почему бы ИСПИ не продолжать поддерживать? Вот это вот, конечно, важная вещь, и, в общем-то, это будет инкремендация на собственном, но собственном и на общем те, то программное течение, которые у вас требуют. Согласен с коллегами, что программные продукты и программные продукты нужно делить на открытые и закрытые, потому что совершенно разные делают. Если у вас таких продуктов и как производитель, вы можете сами что-то присмотреть, когда вы собираетесь выпускать новую версию, и когда вы собираетесь вообще снять из производства, потому что у вас и у ваших производственных бизнес-процессов и вы прекрасно знаете, когда вы потратите столько вы потратите и придет вы вернете эти деньги и что вы будете собираться делать дальше. Если же у вас внешний заказчик соответственно его государственного рынка, то, конечно, заказчик он вам сам устанавливает сроки и вы будете закладывать стоимость разработки и стоимость поддержки в соответствии с тем. А все это остальное регламентируется внутреннему регламенту и регламенту своего своего заказчика. Спасибо. Когда меня, как уководитель у разработки спрашивают, когда же твоя программа перестанет выдавать ошибки после тестирования, я обычно говорю, что это следующее. После того, как мы перестанем ее модифицировать, и еще примерно полгода после этого. Если бы QNX каждый год выпускал новую версию, дополнительными фишечками, поддержкой USB и FD3 и так дальше, я вас уверяю, ее оба не поставили на одну статус. Те MT3, которые крутятся на спутниках, они потому и крутятся на спутниках, потому что это замкнут корпус, и ему, во-первых, ничего не угрожает, а до той степени надежности они тогда уже были разработаны. Немножко просто некорректно сравнивать такие вещи. XP – это система, которая… Ее покупали на эту шутер, она обновлялась. Соответственно, возвращаясь к вопросу, кто должен поддерживать, с моей точки зрения, тогда и должен их поддерживать. Опять же вопрос, с моей точки зрения, страта. Как ты договорился с мастерщиком? Как тебе, собственно, и будут его поддерживать? Если ты покупаешь операционную систему пользовательского уровня за 120 долларов, то грех сдать от производителя, что будут его поддерживать в течение этого личности. Если я это ставлю на Боинг, тогда у меня будет свой институт, который будет его 50 лет поддерживать в программное обеспечение. Это просто стоит немножко других людей. Это не правда. А вот, вы знаете, когда я работал с темно-администратором, может быть, я просто плохой с темно-администратором, я с ужасом пришел к такому выводу, что XP заставить работать надежно и без боя, что Linux, требует, во-первых, примерно одного уровня квалификации, то есть, что и там высокие, и там высокие. И, собственно, у меня тоже есть и те, и другие, которые крутятся годами, с ними ничего не делается. Если на них иногда, то есть каждые полгода непонятное обновление, тогда они разобрались дальше. А коллега, который вот работал, соответственно, в космическом области. То есть, очень приятно, я закончил Московский ВСУ институт, я два года служил в ракетных войсках, я очень хорошо понимаю, о чём идёт речь. В уровне ответственности... В ракетах, то есть... Ну, я, к сожалению, по военке. Вопрос надёжности, вот, при всём уважении и любви к открытому году, к тому, что, вроде бы, теоретически, я потом могу как-нибудь сам в этом подкопаться и подкрутить, поехать дальше. Вот вопрос, шашечки или ехать, он как раз к вам, скорее, да, как большинство авторюбителей. Вы хотите купить машину, и вам гарантируют на протяжении двух лет обслуживание на тех станции, там, да, или вам говорят, слушай, ну, там вот рядом магазинчик запчастей, ты купишь её, ты её можешь разобрать, собрать, как угодно сам. Чего гарантируют? Гарантируют, что она поедет. И что? А этого мало, простите, чтобы ехать. Ну, я сказал, что она идёт безопасность, да? А это информационная безопасность. Вы смотрите, мы делаем проекты, которые должны быть совершенно конкретно. У нас есть три угли заказчика. Давайте дадим возможность высказаться экспертом. Просто давайте я закончу сразу. Мы делаем систему. Информационная безопасность для нашего заказчика и возможность независимости от производителя этого программы. Смотря какому заказчику. Михаил, продолжайте, пожалуйста. Мне кажется, мы очень много в одну кучу валим. На самом деле требования к системе и требования к информационной безопасности должны исходить из задач прежде всего. И нельзя сравнивать вообще операционную систему, которая для Дестопа была разработана, Windows XP, и CoinX, которая вообще, насколько я понимаю, там нету визуального интерфейса, нету реально... Почему там визуальный интерфейс по сети работает? Ну, вопрос-то... У меня мысль другая, на самом деле. Я не буду это комментировать. Мысль такая, что надо исходить из задачи. На самом деле, если немножко вернуться к теории информационной безопасности, то, как известно, у информации есть три свойства безопасности. Это конфиденциальность, целостность и доступность. И вот в каждом... А? Ну, на самом деле, вот на мой взгляд, я, так сказать, не претендую на что-то. Я не доктор, но... И даже не кандидат. Но я считаю, что все остальные свойства — это некая композиция остальных. Вот смотри, как понимать. Но опять же, вот эту пластификацию можно по-разному производить. Так вот, исходя из задач, вот весомость тех или иных свойств, важность, она разная. В системах реального времени на атомной станции. Ну, я считаю, что там конфиденциальность не так важна. Зато целостность информации... Что это важна? Чтобы в Сармале не залезли. Вы что? Не-не-не, подождите. Что такое конфиденциальность? Конфиденциальность — это свойство... Посмотрите, американцы, где мы залезли... Подождите, нет. Давайте... 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 Давайте в рамках некой терминологии работать. Конфиденциальность никакой... Это нормальный контест. Все. Вот то, что вы говорите — это не конфиденциальность. Вот то, что залезли в Сармале, давайте не будем друг друга перебивать. Вот... Я на самом деле хотел сказать, вот высказать вам свое уважение, что вы разрабатывали эти системы. Вот... Я очень уважаю. Я считаю, что конец 20-го века — это время людей, которые занимались вот искусством программирования. Как книжка Дон и Декнута называется. А то, чем мы сейчас занимаемся — это уже, ну, ремесло хорошее, но тем не менее. Так вот, конфиденциальность никакого отношения к этому не имеет, к данной ситуации. К данной ситуации имеет целостность важную. То есть, чтобы не изменили параметры модели системы. И доступность, чтобы можно было эту модель, так сказать, в реальном режиме времени поправить в случае, если что-то случается. То есть, с другой стороны, если, например, какая-то система обрабатывает персональные данные, гос.тайм, там совершенно другие требования. Если информация, например, потеряется, вот мои персональные данные, на госуслугах потеряюсь, ничего в этом страшного нет. Я заново зарегистрируюсь и, так сказать, получу все остальные сервисы. А вот... Ну, я имею в виду, что вот сервер упал, диск упал, вот сразу массив рухнул, и все, и меня нет в системе. Я зайду и еще раз зарегистрируюсь. А вот, если кто угодно узнает мои какие-то данные, персональные, я бы не хотел. Ну и тем более гос.тайм, да? Поэтому, так сказать, надо исходить всегда из тех задач и тех требований, которые предъявляются в системе. По поводу требований еще кратко хотел сказать. На самом деле, зачем далеко ходить? Существует несколько систем сертификации в России. Ну, я в остальном мире не знаю. Ну, допустим, в СТЭК. Значит, там есть система требований, система однопользовательская, многопользовательская. Обрабатывается информация разного грифа или одного грифа. И вот любую систему можно составить в ее портрет, и в зависимости от этого портрета предъявить ей определенный набор требований. И, на самом деле, базовый вопрос во системе сертификации в СТЭК это, во-первых, отсутствие недекларированных возможностей. Во-вторых, это соответствие реальным декларированным возможностям НДВ и ОПРО. То есть НДВ, да, РДВ, и уже потом идут вопросы НСД и все прочие. И вот, на мой взгляд, конечно, вопросы РДВ и вопросы НДВ здесь, ну, на мой взгляд, open source выигрывает. Потому что эти, ну, как бы, код доступен, и очень много людей его проверяют. Спасибо. Понятно. Андрей, позиция моих рассудов на самом деле понятна, и я вам с вас предлагаю начать ответы экспертов. Вот на какой вопрос. Мне кажется, мы выяснили, что, на самом деле, информационная безопасность экосистемы СПО сферический конвакуумный. Но она приобретает вполне реальную конкретику, когда мы обращаемся к схеме заказчик-исполнитель, да, разработчик. Так вот, у меня был такой вопрос к вам. На самом деле, есть ли возможность у СПО поддерживать актуальные модели таких НДВ сегодня? Итак, актуальные модели взаимодействия заказчик-разработчик для того, чтобы обеспечить вот эту самую информационную безопасность. Да, с вас мы начнем. Мне кажется, что об этом лучше бы сказали производители СПО, да? Но вы сейчас, ваша компания сейчас абсолютно... Знаете, если я буду их критиковать, они огорчатся. Да, и сказать, что я не понимаю. Вы сегодня выдержали такой вообще напор критики, что, мне кажется, мы, собственно говоря, это вы собрались сюда. Вы представляете, смотрите, как мы говорили про информационную безопасность и про взаимодействие заказчика с потребителями, да? Ну, с производителями, да? Вот вам пример, совершенно неисположенный. СКО ОПЕН СЕРВЕР. Классический ЮНИКС. Внедрен в 90 странах мира, в банках, военных и прочих. СКО БИАБАНКИ. Да, да. Так видите, СКО обанкротилась несколько лет назад. Ничего не произошло. Нашла компания, которая купила ее и само поддерживает. Никакого ОПЕН СОРСа. Контракты долгие и продолжаются. Вот вам пример, да? Взаимодействие потребителя и производителя. Схемы пропилитарного ПО. Да. Попилитарное ПО, чистая пропилитарщина, да? Более того, идя навстречу потребителю, СКО сказал, хорошо, не нужно вам наше железо, покупайте в виртуальной версии. Тоже вариант, да? Тоже может быть, да? Мы видим, что, например, тот же самый Red Hat, наконец-таки продлил свою поддержку до 10 лет. То есть сделал то, что делает Microsoft, да? Индустрия идет к этому. Индустрия идет к тому, чтобы продлевать, да, потихоньку. Вопрос в том, что мы меряем системы разного класса. Да? Вот XP, QNX и с прочим. Тогда надо сравнивать ВАЗ-2110 и ПАНК. Именно для этого я ивел вот эту модель заказчика-разработчик, чтобы снять этот вопрос. Правильно. У XP кто заказчик? Нам можно не пользоваться. И здесь не только Microsoft заинтересован. Microsoft уже продлил поддержку на три года. Уже 13 лет системе, да? И здесь возникает другая проблема. ОЕМ-производители хотят продавать оборудование новое. Они не пишут драйвера по свои новые видеокарты и прочее, DXP. Microsoft тоже не может писать драйвера под все. И здесь возникает вопрос. Куда девать эту операционную систему, если она не поддерживается? Люди будут покупать новые аппараты. Вы на самом деле ответили. Вы на самом деле ответили. Есть коммерческие запросы со стороны рынка, и они решаются соответствующим образом. Как раз вот в этой самой модели. И вы высказались по поводу того, что пропоритальная модель вполне конкурентна в части поддержки с совершенно разных вообще схем взаимодействия заказчика-разработчика. Можно я тогда закончу? Да, конечно. Обратный кейс. Один из моих клиентов, которого я консультирую, это связь инвест. Одна из крупнейших телефон-компаний в России. Возьмем Ден-связь. У них есть внутренняя система, которая показывает, куда закоммутированы международные каналы. У каждого сотрудника по два компьютера. Спрашивают, почему по два? Потому что эта штука написана на FoxProb, который давно не поддерживается. Есть исходники. Но запустить это в эмуляторы не смогли. Переписать это. Несмотря на наличие исходников, никто не берется. Дорого выходит. Единственный для них способ, который они до себя нашли, экономически приемлемый, это покупать поддержанное оборудование на ЕПЭ. И это вышло гораздо дешевле, чем переписывать, нанимать кого-то, искать какого-то человека, который сейчас это все будет до конца поддерживать ресурсом. Вот. Еще один кейс. Может быть и так. Есть тоже взаимодействие пользователя. Не маленького пользователя. Да. Но это время. В общем, жизнь идет. И там, и там. Ваши мнения, ваши мнения. А, да. Ну, на мой взгляд, на самом деле, системы, которые разрабатываются по модели открытого опенсоса, да, вот, они, к ним изначально предъявляются очень высокие требования по взаимодействию с пользователями. Так как сообщество огромное, все, кому не ленее лезут, общаются на форумах, предлагают какие-то свои обновления и так далее. И вообще говоря, организовать, вот, поддержку, учет вот этих всех предложений, на мой взгляд, задача крайне сложная. Вот. С другой стороны, и пропитарное, и программное обеспечение, оно, так сказать, разрабатывается внутри компании. Да, компании бывают огромные. Вот. И там тоже организовать работу огромные компании тоже дело непростое, но все-таки, все-таки организовать работу, я не скажу, что 7 миллиардов дарит, сколько у нас сейчас без земли, но, тем не менее, все равно, пользователей Apache или пользователей Linux, активных, я имею в виду, которые предлагают какие-то свои решения, вот, я думаю, что их больше, чем разработчиков большой компании. Поэтому, в этом смысле, конечно, опять же, модель open source, она такая надежная и масштабируемая, наверное, даже. Спасибо. Я думаю, что при выборе какой-то среды разработки, языка программирования, при выборе операционной системы, ну, вот в моей коммерческой фирме, которая к жизни никакого отношения не имеет, только к уровню жизни, наверное, смотрим на, опять же, коммерческие параметры. Если мне важно быть уверенным в том, что в этой операционной системе нет какой-то закладки, а право выбираете, да, тогда, соответственно, я, наверное, буду выбирать участок с открытым исходным кодом, я буду нанимать людей, которые мне его анализируют, либо найдут систему уже сертифицированную и так дальше. Если это мне не принципиально, если это десктоп, мне дешево будет купить то, что я поставлю, но поездить. Почему приупредить и так дальше. То есть мы сейчас задаем вопрос, может ли существовать какая-то организация, которая возьмёт на себя поддержку любого либо проприетарного, либо свободного? Можно. Можно найти такую организацию, вопрос, сколько это будет стоить. И вопрос на стоимость, опять же, зависит от класса системы. Те примеры, которые здесь приводили мои коллеги, они очень хорошо это показывают. Ну, а может быть, это могут быть разные фирмы по техподдержке? Могут, могут. Нет, но на самом деле вы отвечаете, что да, на самом деле на рынке можно найти и с той стороны, и со стороны проприетарного программного обеспечения, со стороны СО на всякий вкус схемы взаимодействия с разработчиками. Вы, в данном случае, выступаете как заказчик. Так ведь, да? Да. И с моей точки зрения это не будет не дешевле с точки зрения открытого кода, который приводили с FoxPro. Но это не очень смешной пример. Это и так и есть. Я видел там школу, я видел больницу, которая работает на 10-6 компьютерах, и не потому, что они не могут себе позволить другое оборудование, потому что софт написано именно под этим. Софт открытый. Собственники этого кода – это те же самые люди, которые сидят в этой организации. Но им слишком дорого переходить на что-то другое. И наоборот, может быть, ситуация не сильно зависит от модели. Ну, с моей точки зрения, с тем, что с тем столкнулся именно я. Можно годный рекорд? Можно? Значит, посмотрите. У нас сейчас в стране создается хорошая организация. Называется «ПОФА». Вот. Отраслевой будет какой-то. Отраслевой фонд алгоритмовый программ. Он в советском союзе существовал. Я писал этот ОФА. Ну, как эти предприятия, были так называемые отделы нормоконтроля. Когда ты пишешь программу освещения, ты сдаешь отделы нормоконтроля. Они же его принимают по ГОСКу. Так вот. Если все разработчики программы освещения, не важно, фороприентарного, открытого, любого, будут действовать по ГОСКу, а ГОСК, как называемый, есть там формуляр, формуляр, значит, алгоритмы, структуры исходных данных, тексты программ, так сказать, тесты, это программное обеспечение для контроля, для проведения тестов. Так, все есть. Как только фирму будет сдавать органтики по ГОСКу, эта фирма была. Есть исходники. Есть, вот как я писал, в начале 90-х годов, я написал по ГОСКу, и сдал его по ГОСКу. Такой вот список 12 видов документов. А мы просто сдавали 12 видов. У меня там не было, я уже там не работал. Почему? Любого программиста сажать, есть полная структура. Есть идея, вот если бы Microsoft дала бы исходные тексты Windows, исходные тексты, я мог все всего собрать, без Microsoft, ну, замечательно, мы не писали, я взял исходные тексты, собрал все Dx3. Почему Microsoft? Нет, как пример, то же самое, то же самое. Так вот, в любой момент у меня есть ситуация, как только это будет, вот если это будет алгоритм в России, и будут все разработчики в России, и будут требовать, да, по ГОСКу сдать, исходные тексты. Понятно, ну, давайте попробуем, вот от того же уроку, с ИСКой и прочим, ну, в общем, давайте, про Софены, да, САП, да, вот требует соответствия там на системе глагол. Microsoft умирает, Microsoft умирает, как умирал Femosa. У меня было сейчас, сейчас существует три Java, я как системный программист делаю три Java. Существует Java от Microsoft своя, существует сам Java, и существует OpenJDK. И они несовместимы, они сейчас, а? И еще Google скопил, у меня остался, и у меня, у меня программа из печени на Java, она работает только на социальной Java. Ну, а что здесь понятен, на самом деле, хотела знать? Непонятно почему, да? Ну, непонятно, а почему, но... Вы понимаете, что написанная фирма, под этой Java не работает? Ну что, а раз мы не работаем, я обнимался. Ну, значит, кто-то другой придет, с этой Java. Да, конечно, да. Теперь, извините, вы бред говорите. Потому что, изначально, на самом деле, вот этот вот бренд Java, вот статарь Java, он был разработан компанией Nissan. И, как известно, да, как известно, майкрософская Java, она никогда вообще этому стандарту не соответствовала. Поэтому говорить о Microsoft Java, это чисто какой-то бренд, который, на самом деле, Нет, изобразие это. Мы разработали, вот, проваливший бюджет, я его принял, мы его вынуждены купить. И там вот эти бюджеты, джавские, работают под крестиками. Владимир Владимирович, я прошу прощения, мы вообще не услышим мнение всех экспертов по поводу того, на самом деле, вообще, вот... Из безопасности, тут проблем не будет. Как только мы возьмем исходные тексты, если я как специалист, если вы исходные тексты, у меня проблем с безопасностью не будет. Вообще никакие. Ну, вот извините, я здесь с вами тоже поспорю, но я все-таки хочу мысль закончить. На самом деле, Сановская Java и OpenJTK, они совместимы. Потому что они разработаны по одному стандарту. Вот. Ну, это чисто вот, как бы... Мы говорим о безопасности. По поводу безопасности. Значит, вот вы говорите, если разрабатывать все программное обеспечение по ГОСКу и сдавать документацию... Да. Да ничего подобного, нас с вами не согласен. Потому что, вот, извините, дайте мне договорить. Вот в ваши времена объем программных продуктов, который разрабатывался, то есть объем кода, он был на порядок, если не больше, меньше. На нескольких порядков меньше. И описать каждый алгоритм, описать каждый алгоритм было реально, описать каждую переменную там и так далее. Вот. Сейчас нереально. Для той же Java-машины нереально это сделать. Потому что там сотни мегабайт и сотни кода. Особенно в режиме. Так вот, я считаю, что в этом смысле, конечно, стандарты гостовские, возможно, даже устарели. Но это, опять же, мнение такое, инхо, да? Вот это первое. С одной стороны. С другой стороны, наверное, здесь надо отметить, что вот здесь как раз open-source, скажем так, сдаёт позиции по отношению к пропаритарному программному обеспечению. Потому что, ну, вот эти вот все системы, Linux, Apache, ну, такие самые, они огромные. И вот они создавались, так сказать, без стандартов изначально. И сейчас, вообще говоря, описать это очень трудно. Вот у нас в компании, я прошу прощения, не забыл представиться, зовут ИВК, мы сертифицировали межсетевой экран ИВК-кончугу на основе Linux. И лаборатория потребовала от нас описание, соответственно, модулей, которые обеспечивают безопасность. Вот мы подумали про себя, слава богу, что не надо все описывать. Мы описали IP-tables. Вот просто разобраться, описать исходный код IP-tables, с которым все работал. У нас, заняло это год. Ну, я не знаю, может у нас программисты не самые лучшие, но, тем не менее. Вот, такой пример. Ну, вернемся к обсуждению все-таки вот нашего такого, очень частного вопроса, но, мне кажется, не частного, а конкретного вопроса важного, по поводу модели взаимодействия заказчик-разработчик. Вообще, СПО обеспечивает, вот, как бизнес-модель обеспечивает все востребованные рынком модель такого взаимодействия. Прошу, передать им микрофон дальше. Нет, нет, в эту сторону. Да, 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 да. Да, конечно, но это очень. Как бы, я слушаю, честно вам скажу, сколько мы слушаем. У меня такое небольшое недоумение немножко. Ну, наверно, так и пошел. Мне кажется, что мы все-таки сравниваем не то, что хотели изначально, да, то есть как-то мы начали сравнивать то, что разработано комьюнити с тем, что разработано вендором, называемым Microsoft. Переклинились в эту сторону. Мы начали сравнивать некоторые модули, написанные сообществом, которые считают, что это все правильно и грамотно написано, с тем, что сделано по каким-то процедурам в компании Microsoft. И причем пытаемся натянуть на все это мероприятие, то есть на американские вендоры и на мировое некие продукты нашу требование по информационной безопасности. Вот, то есть, как бы, ну... Наши это в смысле заказчика все-таки? Нет, в смысле наши российские. Давайте нормальный российский. Российского заказчика тоже хорошо. И я вам скажу, что впихнуть непихуемое не удастся. То есть российского заказчика он лопится? Российский заказчик работает с российскими производителями. Определимся, да. Российский производитель по требованию заказчика может в соответствии с техническим заданием выбрать направление, которое он напишет на эскизном, либо эскизном техническом проекте. Это может быть продукты, которые сделаны по модели open source. Вот. И тогда он берет на себя ответственность. Именно вот то, что говорили коллеги. Описать все эти модули, потратить на это годы, кто-то больше, кто-то меньше. Создать правильно, Владимир, ту самую документацию, которая пройдет проверки на всех этапах разработки, пройдет тот самый нормоконтроль, ляжет в тот самый технический архив и будет жить эта документация. Вечно. Вечно, пока не закончится жизненный цикл изделий. Заказчик-производитель не скажет все дорогое, утилизация. Понимаете, да? О чем я говорю? Вот. И к этой модели компания Microsoft как бы тоже не вписывается. Почему? Потому что она делает, как сказали правильно наши коллеги, уважаемые, что они делают для уличного потребителя, который сидит дома. Я думаю, что это не все, значит, там правило. Нет, почему я свое удивление сейчас доведу, как бы мысль до конца, я не знаю, примерно 6. Вот. Что мы говорим о разных вещах. То есть мы говорим и лепим в кучу. И то, что мы хотим использовать дома, и на это тянем информационную безопасность, не знаю, зачем она вам нужна. И тянем на спец какие-то изделия, те требования. Вот. И пытаемся как бы все сравнить, это не получится. Я вот почему. Понятно. Но только чтобы на самом деле сказать, что все нормально, и тот заказчик, и домашний заказчик, и спецзаказчик тоже найдет свою возможность. Заказчик с производителем умеет работать. Да? Да. Все? Все. Да. Спасибо. Интересно стали говорить, значит, заказчик и производитель. Можно действительно уже сразу говорить, понимать, что хочет заказчик, и что может сделать производитель. Соответственно, надо исходить, наверное, на то, что нам нужно. То есть если нам нужно что-то создать, построить, какое-то изделие, включающее программный продукт, все определяется, как говорится, на основе составляющей. Это время и средства, которые для этого выделяются. Поэтому говорить о том, что будет использоваться платформа, допустим, какая-нибудь открытая или вендоровская, это опять же определяется вышесказанным. Безусловно, заказчику всегда хочется иметь полный комплект документов, всегда ему хочется иметь все исходные модули описаны, и это правильно, это разумное требование. Но опять же, нужно исходить из следующего. Как говорится, цель оправдывает средства. И мы в любом случае, как бы мы ни говорили, все равно переберем к этой схеме. То есть если нужно будет исходные модули, значит будет решаться этот вопрос для получения исходных модулей. Если это не нужно, соответственно, этот вопрос обойдет за стороной и будут приниматься какие-то другие решения. Это моё мнение. Но то и другое доступно, да? И то и другое имеет право доступно. Вы помните, у нас, когда заключается отношение между заказчиком и исполнителем, они предъявляются законодательством, договором. Договором подавляют согласие и возможности здорового выполнения и обязательства в долине работы. То есть зачем тут уже фантазировать что-либо другое? Когда говорится о модели работы заказчика с разработчиком, здесь хочется уточнить, в основном, наверное, говорится о государственных заказчиках, скорее всего. И модели работы с любым исполнителем описаны в действующем там 94-м ФСЗ, который скоро изменится, как нам сегодня. Николай Комнев все рассказал про наше будущее. Но с точки зрения проблемности работы с такой моделью, у меня на данный момент, так понятно, все достаточно спонтанная беседа, значит, две большие проблемы. Первая проблема — проблема ценообразования. Значит, в отличие от представителей Microsoft, IBM и других западных вендоров их схемы ценообразования без контроля. Какую цену они предлагают, такая согласовывается у заказчика, такая платится и, собственно говоря, все концы ввода до свидания. Разработчики свободного программного обеспечения, в основном, так сказать, российские, его представители на данный момент обязаны, ну, там, шутили, там, жопу часы показать, там, дали докладные расходы, собственно говоря, ценообразования становятся огромной проблемой, потому что нормативы предприятия не всегда, собственно говоря, отвечают ожиданиям наших заказчиков. А вторая огромная проблема, которая, вообще-то, больше присуща силовому блоку, это интеллектуальная собственность. Собственно говоря, когда ты подписываешь договор, когда выиграл конкурс, ты, там есть такой небольшой раздел права на на результаты интеллектуальной деятельности, по закону имеются три возможности, значит, либо права на эти результаты принадлежат заказчику, либо совместно, либо исполнителю. В принципе, любая дискуссия, если по договоренности уместна по закону, но, например, в Министерстве обороны таких вариантов нет. Все, что ты разрабатываешь, безусловно, переходит в собственность государственных органов исполнительной власти, и понятно, потом идет куда угодно, или презентария, как говорили, там, программ, и так далее, и потом ты уже можешь выиграть конкурсную поддержку, и на сервис, на развитие, на все что угодно. А представители, так сказать, Microsoft и других, так сказать, производителей программного обеспечения запада, почему-то эти вопросы не касаются. Вот, собственно, такой вот комментарий. Спасибо. Я хотел вернуться на тему этого ГОСТа и фонда, который существует. Тут уважаемый коллега сказал, что если бы Microsoft сдал свои коды, им бы был конец их бизнесу. Вообще-то они сдали, да, это они уже объяснены. И, как я вижу, у коллеги он еще живет здорово. Слава Богу, потому что ничего не случилось. Вообще, система открытого кода живет исключительно за счет услуги поддержки. То есть, даже никому не сдаем по ГОСТу или не ГОСТу, система разработки открытого кода имеет открытый код. Любой может забрать его. Есть очень нормальные, вот, я бы сказал два примера, что и когда пропоретарные фирмы дают свой код, с ним ничего не случается, а второе, что есть такая фирма, я заберу RedHead, CentOS, это человек, который берет RedHead-овский код каждый день, любое изменение, он ему перекомпилирует и дает бесплатно, и RedHead живет нормально и растет, ничего не случилось, потому что качество услуги хорошее, его отношению вообще-то заказчик-поставщик, вот, как раз система открытого кода, она реально отценивает качество услуги, потому что если вам не понравится услуга этого вендора, вы просто его бросите, вот, уважаемый тоже Microsoft на зло RedHead-у поддерживает в своих облаках CentOS, ну, так, чтобы попортить жизнь, несмотря, что никто серьезно не поставит никакую серьезную систему на CentOS, это глупость полнейшая, но они это делают и опять RedHead растет, тоже не умер, то есть нормальная система, и как раз идея разработки и экономического отдела систем открытого кода, они как раз улучают отношения между заказчиком, и поставщиком, потому что он очень должен стараться, чтобы его не бросили, он может оставить свою RedHead-систему и звонить, добавлять CentOS, радио, все нормально, но это так не работает, никто это не делает пока. Что касается ГОСТа и сдачи кода, я считаю, что все здесь опять правильно было сказано, говорим про ГОСТ заказчики, и про сервера заказчиков домашних пользователей, так что это не будем обсуждать, домашних пользователей тоже не будет компилироваться для одной и у меня всегда возвращаясь на тему того, что западные производители, я скажу так, иностранные производители, имеют преимущество над русским производителем, что им не надо оправдать свою цену, я вообще удивляюсь, что если вы посмотрите 99.9% контракта, который подписывается на софтвы в России, закон, который регулируется в лицензионных соглашениях, вообще не русский, я правда иногда у меня это как-то там даже написано какие-то мелкие непонятные но я хочу сказать там например есть такие штучки FCPA Forum Кураб Практичес Сах там кто бы не подписался это никто и не читает понятно он подписал и подписал и там написано что партнер который продает софт не имеет права платить политической партии в России то есть русская фирма продавая американский софт подписывается то что она даже не имеет права спонсировать политическую партию просто никто не читает это ну написано на ФСП да ладно это американская фигня не важно то есть я просто смешно потому что я не могу представить что американскому правительству подписало лицензионное соглашение по нашим гостам ну это ну просто спасибо да мне кажется да в точку поэтому я вообще возвращаюсь к вопросу заказчик-постовщик первое я считаю что экономический модель вообще софта с открытым ходом он улучшает качество услуги потому что вы можете бросить этого поставщика завтра все плохое даже как государству все годы тут поставите другой институт который может разобраться и будет поддерживать хорошо раз и два я считаю что основа будущей безопасности если говорить о информационной безопасности России чтобы в каком-то нормальном сроке так чтобы все имели время адаптироваться это то что было применено исключительно по российским законам и по российским правилам может быть надо укрыть российский закон чтобы они были реальны может быть они реальны я не знаю и просто не знаю то что подписываться вот чужие законы я считаю что это просто принципиально неправильно можно вытащить GPL ведь тоже на английском я сейчас не говорил что GPL по российскому закону я и говорю что это абсурд я правильно понимаю что и то плохо переходные сплоты не решат вот эту проблему переход на открытый код никак не связано с в России использовать российский закон это две мы говорили про отношения заказчика с поставщиком я указал два аспекта считаю что модель открытого кода уже не будет повторяться и два закон неважно про приятного Microsoft обществует организацию ему никакая проблема подписывать лицензионное соглашение по российскому закону да супер я говорю 90% потому что то что я видел от других уважимых поставщиков у разных министерствах это все подписано по закону Ирландия в основном для офшорной фирмы западных поставщиков подписывать наше GPL в том числе у нас нет закона в России нет закона вообще определяем еще GPL я даже не знаю что же делать что значит GPL вы поняли да то есть право использования лицензии только для предоставления услуг вы можете передавать и даже зарабатывать не на лицензии а на услуги на баланс и так далее и тем прочее вот это две милые темы по поводу между заказчиком и поставщиком спасибо тема заказчик-поставщиков она конечно вечная поединка вот и все-таки я скорее всего шусти никто не вкладывает позицию что много определяет сумму контракта это сумма которую заказчик может подразить на каприз но мне кажется что несмотря на отмеченные преимущества при установке именно СПО в качестве каждой платформы заказчиков какие-то проблемы есть проблемы именно с предоставлением услуг иначе никаких вопросов с развитием рынка в России бы не было вообще с другой стороны мне кажется что многие живут дома и к сожалению это кажется как ну я бы так шутил потому что я живу на работе поэтому когда человек приходит когда человек приходит домой просто как бы как бы у него хочется отдохнуть что ему прежде всего удобство чтобы включил и заработал вот надо сказать что вот скажем предыдущие мировые вендоры которые ориентируются именно на представителей массово они в этом немало привыкли включаешь и работаешь и вот значит вот коробка первой шеи у меня там машина на вето транспорт вот когда приходит какой-нибудь настройщик платью просто вижу как от огня вот ну вот даже это у вас выявление то есть даже на уровне скажем так минимального потребителя бытового уже скажем так вендорскую бытового имеет большее охраждение естественно автоматически проникает так что вот мне кажется надо подумать над моделью упомятояния низкого на рынок вот именно может быть чуть ниже поедем не так кажется если позволите очень важное замечание к сожалению внедрение низкого решения увеличивает призащу контракта азон с вами не согласен речь азон речь во всяком случае я у азона весь бизнес на я прошу прощения я как раз на этот вопрос у нас остается мало времени а очень хотелось бы услышать ответы еще на два вопроса вот по поводу капитализации вопрос связан с этим вообще видят ли разработчики СПО повышение информационной безопасности своих продуктов перспективой для роста рынка для развития своих компаний мне кажется что для любого человека естественно повышение безопасности может иметь эффект когда общество будет принимать что-то нужно пока к сожалению это не понимают я сегодня в своем выступлении сказал что с лавкова сейчас появились ростки культуры безопасности общества когда у нас появится какую-нибудь физическую функцию тогда это будет востребовано сейчас прямо скажу что требование безопасности принимать до сих пор в общем-то на спеце равны к сожалению неоподимые слова но если идет сертификация по поставке системы серьезная организация проработка специальные задачи то есть в сроке заказчика спо опуститься это проблемно потому что когда значит понимаете с уровнем заказчика все очень просто если вот сам плач говорит главное доверить продукту если скажем так вендор гарантирует доверие к своему продукту какие-либо нет поставим вендора если гарантирует доверие к спо поставим спо все определяется уровнем доверия к данному продукту можете обеспечить доверие? Замечайте. Можете по поддержке обеспечить? Ещё лучше. Вот такая схема продвижения программ. Понятно, но законщикам сейчас не очень важно. Безопасность, суть доверия, как бы это лучше. Нет, значит, я с вами не соглашу. На самом деле, значит, сейчас безопасности уделяется очень много внимания. В общем, в том числе и профиль министерства связи и массовой коммуникации. Так что тут я бы не стал доверить ситуацию. Безопасность ситуации меняется на лучшую сторону. Спасибо. Вопрос касается того, что заинтересованы разработчики СПО в том, чтобы их продукты становились безопаснее вообще. Есть спрос со стороны РКНР? Значит, я, как я и сказал, я считаю, что одна из основных движущих вещей в модели открытого кода была как раз безопасность и стабильность. Сейчас 90% всех этих больших данных и все следит как раз на Linux, и это факт. Что касается информационной безопасности, я опять возвращаюсь на то, что Linux сейчас у всех государств почти имеет самые высокие сертификаты по безопасности, как и некоторые другие системы. Но, значит, с этой точки зрения тоже все ясно, тут выше не примешь. Ну, действительно, конечно, всегда должна быть конкуренция, поэтому не только один Linux, а будет и Windows, и другие системы. Главное, вот это требование исполнить по безопасности и все. То, что легче получается и, вот, если Linux может подтвердиться со всеми открытых кодов, это факт. Это просто он может почитать, проверить, тут все он увидит. Так что, никаких вопросов нет. А заинтересованы ли мы в будущее, чтобы это инвестировать в безопасность? Однозначно, тем более то, что, я считаю, вот, нескромно извиняюсь коллегам из Microsoft, что мы на порядок более безопасны, чем они. То есть, мило, мягко сказано, да. Мило. В неком отдаленном будущем, да, мы будем озадачены этим. А сейчас у нас и так все прекрасно. Почему в отдаленном будущем? Мы сегодня работаем над всем. Хорошо. Дополнением и все основные излиты. Мы уже, я не знаю, там, всем известно, что все переходят даже в американских и на то. Силукса, Windows со старой системой на Linux. Это, ну, это факт. И, и, и... Я назвал этого что, ну, полтора миллиона машин предоставлено. Я ого... Я поздравляю вас. Я так... Из баядичной жизни, что я продаю. Ха-ха-ха! Я не знаю, что Пентагон там делает. Спасибо. Спасибо, Наташа. Да, прошу вас. Можно, можно, я говорю? Да, пожалуйста. Так. Смотрите. Значит. Возьмем... Американских ищиков? Вы знаете, чего они там, боятся? Просто продают налоговую службу, или налоговую службу? Верны? Это налоговая служба. Я почему? Потому что налоговая служба меня жена проводила по 11 лет. Мы в городе Королёве. И вот на программу обкатывалась в городе Королёве. Тот, который проработал в России 11 лет во всех 24 тысячах налоговых отделений. Я, как он, не имею в виду, не имею в виду, не само соответствующий. Так вот, мы начинаем, вот, мы начинаем, вот, мы начинаем. Она здесь, замал органист, стала профессионалом. Она здесь делала несколько конференций. Приезжали страны, мы будем говорить. Ну, кто налоговая служба? Так вот, приводился к примеру американцев. В Америке налоговая служба построена на системах реального времени. Какие там там? Не Дебит-2, не Орока. Там совершенно другие системы. Там на столе беззащитного. Вы где-нибудь когда-нибудь слышали, что кто-нибудь взорвал базу налоговых служб в Америке? Этого никогда не было. И не будет. А вы это не сообщат. То есть, репетику приняли, да. Это не активно. Сламывают Пентагон, сламывают ЦРУ, сламывают Наса. А налоговая, почему? Потому что там стоят совершенно другие системы. Там стоят Монфрейн. Ну, да. Монфрейн сломать, если имеете З-90 или НВС, нельзя. Невозможно. Коллеги, маленькая справочка по поводу налогового служба США. Да. Весь личный срастал налогового инспекторов США, первый, погиб полностью. Насистым путем. Ну, стреляют. Стреляют. Нет, вопрос на безопасность. Я вам сейчас предупреждал Россию. Владимир, ну, на самом деле, Ваши замечания, Ваши комментарии мы уже обсудили. Это модель, на самом деле, заказчик-исполнитель. Это... И мы нисколько не... Наши обсуждения нисколько не противоречат тому, что да. Надо в налоговой службе, да, нам учитывать проблематику область... Ни в России. Ни в России. Значит, в России парк, самый монстр, в России. Вы знаете, какие логики, которые являются государством, определяющим это российские железные дороги и Газпром. Ни в Газпроме, ни в России железные дороги, но инфреймы, наверное, так и не были сняты. Хорошо, андросят, как бывший мистер, в ПС, в первую посуду, суверение уже давно ушло. Не дал разрушить и на всех железные дорогах стоят инфреймы. Там крутится коллекционистем, который ни в Майдросовке, ни в городе, вообще никакого отношения не будет. Ни ИЖА занимается разработкой базы данных реального времени, которая называется экспресс. Оно написано на сегнере. Я знаю первых разработчиков экспресса. Один из них, где он играет, будет штатом, один из них здесь, я, честно говоря, не знаю. Ну, я их знал, как это. Так вот, и в Газпроме то же самое. Почему? Потому что это государственная безопасность. Владимир, я еще раз хочу вам сказать, что да, мы это уже обсудили, когда разбирали отношения заказчика с исполнителем, с разработчиком. И все это нормально учитывается, как показывает опыт работы нашей налоговой службы. Там тоже все неплохо. Я прошу прощения, я передаю слово Елене. Я очень неплохо. У меня вопрос, я так понимаю, был перспективный ли это направление повышать? Да, надо. Вообще надо ли? Есть по бизнесу такая потребность? Или все ли так? Я любой перспективы не вижу, потому что мы, собственно говоря, всегда были сосредоточены на безопасности информации. И, собственно говоря, до сих пор на ней сосредотачиваемся. Тем более вышли новые нормативные правовые акты, такие как 153 ФЗ. Теперь нас заставляют защищать персональные данные, конфиденциальные информации и так далее. Лично я, как потенциальный руководитель такой фирмы, я все бросила. Потому что там очень много требований предъявляется, собственно говоря, отдельной личности и вообще всему коллективу. Там по получению лицензии, по ограничениям, выезда за пределы Российской Федерации и так далее. Но если это не является для вас личное ограничение, я считаю, что это одно из самых перспективных правительных правительств. Вот, собственно говоря, мой комментарий. Спасибо. Мне кажется, говорить о безопасности, о равных течениях, информациях, в принципе, вопрос, который задавать даже не надо. Это очевидно, как лучи наши, как говорится. Вы задаете этот вопрос любому пассажиру, который садится самолет, идет по тропу самолету. Вот как вы относитесь к безопасности, к полету? И он все же за вас посмотрит, в лучшем случае, что-нибудь хорошее сделает, а в лучшем случае уйдет просто. Да, решение уже приняло. Да, решение уже приняло, и он надеется на безопасность системы. То же самое, как... Вы согласитесь? Да. Дальше говорить не надо. Мы прекрасно понимаем, что системы, что и жизнеобеспечение, будь то атомные станции, будь то, так сказать, системы управления, они, безусловно, должны быть безопасны. Поэтому, мне кажется, дальше рассуждать об этом просто неправильно. Иначе зачем здесь сидим от всего? Обсуждаем то, что очевидно. Ну, конечно, это то. Согласен с предыдущим коллегам. В общем, давай. Даже не знаю, что нужно добавить. Наверное, все современные, имеющиеся на рынке отечественные, российские разработчики, они все-таки ориентированы, в большей части, на работу с обмороженством. Вот, не в обиду, будет сказать на коллегам из Мегасов, которые стараются тоже помочь всем на нашем рынке. Разными не отдают. Вот, и в части также помощи информационной безопасности на разных конференциях, в том числе и даже органы госфрасти. Ну, вопрос очевидный. Да. Все будет хорошо. На самом деле вопрос безопасности, в том числе и вопрос жизненный, такой очень важный, это с точки зрения безопасности. бизнеса, это имиджевый вопрос. Вот, как только что-то случается, какой-то вирус появился, об этом же все сразу друбят. Вот, у меня, у соседа взломали компьютер, а что у тебя, Windows, все, я себе Windows не поставлю. Ну, так что, с точки зрения бизнеса, безопасность, это ключевой вопрос, всегда был и будет, и есть. Да, мне лексят всех. Не буду капитаном очевидности. Выкупайте монифрой. Значит, а если говорить про безопасность, Microsoft озаботилась этим вопросом где-то в районе 2000 года. Мы свою методологию выложили в отдельный доступ. В свободе, берите, пользуйтесь. Мы пропагандируем на каждой конференции, пожалуйста, пишите безопасный код, уменьшайте количество дефектов в коде. Но все понимают, что у разработчика на первом иглане всегда срок. И только если его заказчик заставляет соблюдать безопасность, то он будет какие-то усилия прилагать. Но Microsoft это вопрос важнейший. И именно поэтому, мы, кстати, именно поэтому продукты выходят из поддержки. Почему? Вот господин захотел получить исходный код Windows XP. Продолжаем, что произойдет дальше. Он скрепилирует свой собственный Windows XP. Высомнит его интернет. Их находят во всех продуктах. Microsoft уже не выпустит патч. Я не уверен, что у вас хватит квалификаций написать патч для Windows. Эту систему, скорее всего, со временем скомпрометируют. Кто будет крайний? Будет виноват Microsoft опять. Снова Microsoft. Идем дальше. Таких, как вы, появляется побольше. У каждого из них появляется своя Windows XP, которая несовместима с остальными Windows XP. И мы приходим к ситуации джабы, которую вы только что ругали. Что она плохая при версии и ни одна из них несовместима. И мы снова попадаем в ладушку вашего уже. Вашего самодельного Windows XP. Ваш заказчик на него подсаживается. И в чем здесь радость? Не надо использовать Windows XP. Да. Джабы, Windows Brain. Все плохо. UNX во все поля. Только что все было прекрасно. Передавайте микрофон. Микрофон, Андрей, я бы хотел сейчас вот итоговый вопрос задать вам. Позвольте. Да. Вы можете пошли. На самом деле сейчас я предвижу, предварю все возможные вопросы. Нам, безусловно, не хватит сейчас времени на то, чтобы поговорить в доступе. Пожалуйста, заходите в наш сайт. Там открыт блок управления информационной безопасности. Общайтесь, ради Бога, на эту тему. Она открыта. И как всегда. Вы знаете, обсуждение безопасности, открытая ПО, проприетарная. Мне кажется, уместно будет такая аналогия, уже звучало тут сравнение с автомобилями. И вот это, что безопаснее, открытая или проприетарная. Примерно так же, как какая машина безопаснее, зеленая или синяя. И спор сводится к тому, сколько конечностей сломает манекен, три или четыре. А безопасна та машина, которая не попадет в аварию. Это мы переходим все равно к человеческому фактору. И система может быть безопасной, как проприетарная, так и открытая. Человеческий фактор наносит ну и большую урон безопасности. На самом деле, итоговый вопрос вот какой. Андрей, вопрос сразу начнем. Так что же на самом деле сегодня, как обстоят дела? Можно ли считать информационную безопасность экосистемы свободного программного обеспечения адекватные вообще требования в рынке или же нет? Ну, прям так сразу поставить диагноз труда. Ну как же. Вот, не знаю, мы слышим на самом деле вопрос. Ответ Милана на этот вопрос я уже получил. Когда мы говорим о сферическом, в опенсорсе, в вакууме, он... Нет, давайте говорить все-таки вот о наших... О том, что в Америке. За конкретный опенсорс нам рассказывают об иностранном изготовителе и обо всем остальном, да? Смотрим. 80% изменений бедра Linux'а выносят сотрудники компании RedHat, Nova и прочее. Какая здесь разница, где они сидят? В Redmond'е, там, не знаю, в Светле, в Австралии еще где-то. Все то же самое. Иностранный производитель. Да, мы можем взять это. Мы можем как-то по-своему создать свой Linux, там, еще что-то свое, да? И здесь вопрос уже не того, что он опенсорс или он не опенсорс. Вопрос методов, как мы его будем обеспечивать, да? Будем ли мы внедрять какие-то дисциплины внутри или будем слепо веровать, да? Как я уже показывал, и пропориетарный, и открытый код может быть ужасен по своим качествам, да, вот, безопасности. Вопрос лишь в том, производитель передает ему хоть какое-то значение или верит и рассказывает клиенту. Ну, давайте я перефразирую свой вопрос, когда спрошу. На самом деле, вот, используют ли разработчики СПУ те самые инструменты и процессы, которые использует Microsoft в своей программе SDL? Ну, это аналоги, скажем так. Понятно. Несмотря на то, что у меня нет возможности наблюдать за каждым разработчиком, все-таки есть целая куча похожих стандартов, там, ОВАС, например, да, которые говорят о том, как надо Ubisoft создавать. А разработчики следуют, да, этим стандартом? Судя по тому, как выглядит ПХП, не все, да? Судя по тому, что происходит с MyCipro, тоже не все, да? Но в то же время есть примеры, например, такого же там Apache, где все очень быстро закрывается. Хороший, хороший, зрелый продукт, понимаете? Невозможно вот всех, ну, ребенку, там, эти следуют, а эти нет. Опять же, зеленые следуют, красные нет. Непонятно. Но мы надеемся, что идея инвестиций в методологию разработки, она окупится. И постепенно завладеет нормальным разработчиком. Потому что, снова, как я и говорил, да, у него конфликт интересов у разработчика. Нужна ли ему безопасность? Или ему быстро под дедлайн сдать что-нибудь? И вторая проблема. Просто разработчики люди творческие. Они хотят творить, они не хотят заниматься безопасностью. Для них это налог, по сути. Да, вот и все. Я бы разделил, опять же, вопрос безопасности. То есть, если говорить о надежности и отказоустойчивости, то, конечно, open source, ну, так, в целом, модель open source, она этим требованием, наверное, удовлетворяет. Потому что вопросы надежности и отказоустойчивости, они во всем мире, наверное, примерно одинаковые. Вот что должно работать, 99,9. А я еще прошу прощения, но кому как не вам знает, на самом деле, что в области информационной безопасности регулятор вмешивается, как тот самый мистерический коль. Вот поэтому давайте учитывайте эти аспекты тоже. Вот реально вообще разработчики СПО удовлетворяют требованиям рынка, в которые в том числе входят и требования регулятора тоже. Вот сегодня реалии дня, как ороника. Ну, здесь, как сказал, представитель Макрософт, нельзя всех подавить к ребенку, совершенно верно. Кто-то да, кто-то нет. Вот я могу за себя сказать, что мы в компании, например, серверное решение ставим на Linux, конкретно, на Debian, ну, потому что у нас много специалистов, которые у нас хорошо знают эту систему. В качестве руб-сервера мы используем Apache. И вот пока, так сказать, жалоб заказчиков не поступало. То есть, ну, что-то можно использовать, что-то нет. Спасибо. Так, и тебя нет еще раз сказать, да, просто. Ну, повторюсь, то есть, вот, конкретно в моей компании разработка ведется и на базе систем с открытым кодом и итогов продукта, соответственно, с открытым кодом получается. И наша собственная разработка в ЕВС, наша комприетарная, мы такой, тоже маленький, не перевезла. Вот, и, по-моему, это не продаем, не показываем, мы все приобретаем, себя при этом чувствуем. И ответ, скорее всего, будет такой. Удовлетворяет ли российские разработчики склот требования безопасности? Ну, удовлетворяет ли экология вся система, вся система, да, вот, хотя мы сейчас начинаем трогиться на частности. У кого-то, на самом деле, получается, что система удовлетворяет, но не все пользуются возможными этой системой, я имею в виду разработчиков. А вопрос, значит, стоит вообще, удовлетворяет ли эта самая экосистема СВО российским требованиям к информационной безопасности? Может ли она потенциально? Ну, давайте так начнем, потенциально, да? Ну, да, я понял ошибку СВО, по правде, если я был вопросом. Да, я вам тогда кратко скажу. Значит, российские разработчики, являющиеся лицензиатами, подтвердившие, что они удовлетворяют требованиям регуляторов, как вы говорили, которые выполняют регламентированные процедуры в соответствии. Спасибо. Очень нагрян. Пока я нашел микрофон, уже вопрос изменился кардинально. Навернитесь в начальной постановке, разойдется. Да, значит, все-таки, я уже это говорил, вот, теперь, наверное, повторяю другим словами то же самое, что, безусловно, открытые программы запечения для заказчика более привлекательные. Это нужно назвать вещь самим нормальным. И, в общем-то, эта тенденция сохраняется, и, судя по тому, что уже Microsoft много лет сдерживает свои коды и все-таки их начал в 19-м году передавать, говорит о том, что он правильно оценивает рынок сегодняшний, что на этом поляне, на этом поле уже появились другие системы, серьезные конкуренты. Приходится с этим считаться. Поэтому я думаю, что все-таки золотая середина, конечно, сейчас в том, скорее, присутствует. Все-таки фенеденция идет в эту сторону. Тоже понятно. Спасибо. Вопрос немножко сложный. Я тоже считаю, что специалисты, которые работают в фирме, которые работают в свободном программном обеспечении, продукты с использованием модели, так сказать, разработки, они все отвечают требованиям. Единственное, что, кто-то главный человек правильно сказал, человеческий фактор всегда имеет значение. При том, при всем, что действительно, как вот уважаемый господин сказал, что там и под ГОСТом, и в архиве остается, и на бумажных, и на электронных носителях куда-то остается, и хранится бесконечно долго, невозможно. Потом, когда разработчик увольняется, почему-то оказывается, что, может быть, и не все там так здорово и хранилось. Или передавалось, например. Вот, собственно говоря, человеческий фактор всегда играет роль. А в целом, я должна сказать, что российские специалисты по всем мире, собственно, не признаны на мнение самых лучших и ответят любую безопасность, которую только можно придумать. Спасибо. Не зря в ПГФ там приезжал. Давайте, вот я вам дам Золотые горы. Давайте, ко мне. Почему? Потому что... Нет, уж лучше не к нам. Не к тебе, не к тебе. Заразк. Понимаете? Причем, я вас дам. Куда, сюда, не Китай. Китай тоже. Мимо. Да, это известная отраза, я уверен, все знают, это, программное обеспечение делает ошибки, но за полную катастрофу нужен человек. И это понятно, что это так, и это не зависит от модели разработки. Но я опять возвращаюсь и уже ответил. Я считаю, что более чем соответствует безопасности, это показывает результат. И еще раз предложил, что после, уважаемого господина, я предлагаю продолжить беседу уже в ресторане. У нас в Сербии так долго сидит без ничего. После такого наступления надо быть очень кратким. Я скажу так, вот с теми производителями СКО, с которыми приходится иметь дело в пару-доростроительных занятий, у нас проблем безопасности все сейчас нет. Мы почти все победили, что это безопасно. Это было не сразу, не было сразу, но все убеждены. И вот то, что Магнин, когда я рассказывал о специфицированных изделиях, в том числе и на свободных программах подслуживания, подтверждение, это мои слова. Хорошо, и заводом много. То есть вы сделали предложение, такое предложение? Нет. Вы именно не захотели? Мы не в Америке. Окасаться. Нам гораздо проще, у нас есть требования, и есть просто сроки сертификации, и все. Коллеги, спасибо огромное за то, что вы... Я вам просто приведу такой пример, это был в 94-й год, я сдавал в МВТ-стах телефон в России программного обеспечения. Представьте, что вы по телефону увидите, это сотни тысяч клиентов, где личные данные хранятся, где хранятся деньги, понимаете, что это уровень безопасности. Вот приехали люди проверяются, и ко мне приехали, кто из СКО, из СКО, из СКО, из СКО, они говорят, что бумажную систему сломали, я говорю, давайте так мы с вами сделаем. Я сейчас беру деньги взаймы, пять тысяч долларов, говорю, 90-й год, кладу вот сюда. Вы даете свои пять тысяч долларов. Я вам даю деньги, если вы в систему сломаете, я свои деньги отдаю вам. Если не сломаете, я ваши деньги забираюсь. У КГБ лучше не надо. Нет. Я не знаю. А я проверяю. Так вот, я говорю, вот, вот, за то, что я пять тысяч долларов беру, то есть я на спорту, я пять, я таскал сумму гораздо больше. Я говорю, я с половиной отдаю человеку, которому эти деньги даю. И вот эти вот наличные кладки. А если вы, если побеждаю я, в этой моей степени, так, иди, я, так, и все. Пошли. Значит, звонит, 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 звонит. Я думаю, что, звонит. Вы же не понравились. И он сломал. Специалистов, да. Он посмотрел, он говорит, а что у вас разумно-рабочий старт занимает жесткими дисками? Он говорит, а как же на работе? Я говорю, с сервера все закачивается, операционка. Да, а какая у вас, в реальном времени? Какая у вас база, в реальном времени, физическое, можно написать? Я про них удалю базы, да, они все, Павел удалил. И вы здесь отработают. Посмотрите, а как же на работе? Я говорю, здесь что можно написать? А вот в голове твоей работы, я говорю, отвернись. Можно нажать 8-5, а потом заработать. Нажал, все-таки заработал, а теперь, а ну-ка, то есть. А он же, почему? Он говорит, потому что контролирует перед записью. И вы с сервера, говорит, ЕБЭ. Только с сервера не выносите. Вам никогда не удастся этот звонок. И после этого мы проработали там 15 лет. В МПТС 15 лет проработали. Они другого, в любом случае, в средстве не брали. Они просто поняли, что деньги, которые тогда, представляете, люди в 90-м деле, там 100 тысяч долларов в месяц обрабатывают. Ну, перед тех-то там, сколько люди получают? 100-200 долларов, да? Они отработали, отработали, сервер обработали в 12 лет. В 12 лет его сняли в 2007 году. И вот эти вот в 2007. Я уже там не работал и забыл. Они сказали, что приезжай, включи. Понимаете? В общем, это безопасно. Если первая, она говорит, да, я гарантирую своими деньгами, своими жизнями этот программ, это решение, дальше говорит, да. Ну что ж, и ноги, и надъем. Спасибо всем и вперед. Спасибо. 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 Спасибо.